Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Красивая Анапа – дело общее. Предприниматели показывают пример в благоустройстве курорта. Черепаший рай на преусадебном участке. Семья из Супсеха спасает краснокнижных, просмыкающихся от гибели. Вперед за яркими впечатлениями. Анапские детские санатории открыли свои двери юным гостям. В Анапе чествовали лучших предпринимателей. Глава города-курорта Сергей Сергеев заявил, что он лично и городские власти в целом поддерживают и будут поддерживать тех, кто работает в рамках правового поля. А малый и средний бизнес – опоры экономики в непростой экономической ситуации. Столь широко День предпринимателей в Анапе отмечается впервые. В фойе городского театра кирпичи, кровля, молочная продукция – это, если можно так сказать, базовые потребности. Сегодня предпринимательская инициатива – главный двигатель экономики города-курорта. У Валерия Шаблыкина мастерская в 12-м микрорайоне. Персонал – 20 человек. Шьют униформу для гостиниц, ресторанов, спецодежду для рабочих. Компания существует без малого три десятка лет. Были подъемы и спады. Но резюме – в целом в городе-курорте вести дела достаточно комфортно. В Анапе предпочтительнее, чем где-то, я так думаю, хотя сейчас все мы в местах. Но благодаря тому, что у нас все-таки курорт, и все-таки курорт должен одеваться. Как мы говорим всегда, внешний вид сотрудников – это состальная часть курортного сервиса. Мы намерены расширяться, имеем все возможности и технические, и связи за 28 лет. Ну, все зависит от скорости. Немножко сейчас экономическое положение. Все знают, приезжали немножко. Ну, мы думаем, все скоро нравится. Глава города-курорта Сергей Сергеев назвал присутствующих в зале опорой не только города, но и страны в целом. На администрацию возложена функция контроля, но контроль, по словам мэра, означает не барьеры, а помощь тем, кто работает в рамках правового поля. Большинство из вас обустраивает те территории, на которых вы живете и работаете. Вы не обязаны это делать, но вы делаете, и за это вам огромнейшее спасибо. Я хочу, чтобы вы знали об этом, что мы вас поддерживаем, мы готовы сотрудничать с любым предпринимателем, который ведет свой бизнес законно и ответственно. Около 50 предпринимателей получили грамоты и благодарственные письма главы города. Среди них те, кто возрождает виноградарство, строит социальные объекты, помогает содержать город в чистоте, принимает отдыхающих на самом высоком уровне. Столь масштабный день предпринимателя в Анапе празднуется впервые по инициативе мэра. Председатель городской торгово-промышленной палаты Владимир Ткачук поблагодарил Сергея Сергеева за внимание к теме предпринимательства и вручил бизнесменам дипломы за качество услуг, а также специальные награды для лучших сотрудников, продавцов, работников отелей и санаториев, водителей и других специалистов. Я бы хотел обратиться к тем предпринимателям, чьи работники заслужили вот эти почетные награды. Помимо морального символа, как было раньше, я уверен, что вы это сделаете еще и поощрить материально, потому что это тоже вам плюс большой, если у вас такие люди работают. Сегодня в Анапе треть трудоспособного населения занимается бизнесом. Это примерно 30 тысяч человек. Глава города Сергей Сергеев заявил, что цель власти как минимум удвоить это число. Представители малого предпринимательства оказывают неоценимую помощь в благоустройстве территории, ведь уютный, чистый и красивый курорт – это не только обязанности коммунальных служб города. В первую очередь это ответственность каждого жителя, который любит Анапу. Главный признак того, что курортный сезон вот-вот начнется. С зимней консервации на центральную клумбу вернулась гигантская агава. Для ее установки понадобился спецкран. Вес растения – более тонны. А на протяжении всей улицы Крымская озеленители приступили к самому глобальному проекту. В ближайшие два дня специалистам нужно высадить более 10 тысяч саженцев цветов, которые станут главным украшением центральной улицы. Уже второй год, как на улице Крымской, у нас появились цветочные змейки. В этом году здесь мы высадим, помимо привычных петуний, цинерариев, сальвию, табак, портулак, бархатцы. Растений будет очень много, они все будут разнообразные, разного оттенка, и цвести будут все лето. Огромную помощь в благоустройстве города оказывают и представители малого бизнеса. На набережной сразу три предпринимателя объединили свои усилия и собственными силами начали облагораживать не только землю, закрепленную за их предприятиями, но и помогать Анапе на муниципальных территориях. Невооруженным взглядом видно, где свой неоценимый вклад внесли добровольные помощники города. Тротуарная плитка отмыта до бела, деревья кронированы. Высажены цветы. Эдисон Иоанидис, Виктор Рожков и руководство парк-отеля вместе с сотрудниками своих предприятий, поварами, официантами, горничными и охранниками навели полный порядок более чем на 8 гектар с центрального парка и набережной. Директор парк-отеля – это женщина. Она наравне с мужчинами показывала свои труды, что чисто вышли все работники, охранники, уборщики, директора. Все помогали, все работали здесь. И хочем, чтобы все-таки предприниматели города взяли пример с нас. Мы не просто так делаем, мы показываем, что надо делать. И на этом пока первоочередная очистка – это просто мелочь. Вот сейчас надо думать и руководству города, и главы, и нам, как его красиво украсить здесь, потому что это исторические места. Но, пожалуй, самой большой мечтой коммерсантов остается возрождение популярного памятника Орлу, который расположен за парк-отелем. Некогда известное место постепенно пришло в упадок. Сегодня же эта стелла полностью очищена от мусора, травы и кустарников. Обеспечен свободный доступ к одному из исторических мест курорта. В будущем предприниматели совместно с администрацией города собираются разбить здесь зеленую зону отдыха, которая станет одним из самых посещаемых туристами мест и украсит центральную часть городского парка. Курортный сезон еще не стартовал официально, но в детских санаториях Анапа уже все готово для приема детей. Материальная база обновлена, план работы подготовлен, педагогический состав набран. В одном из них в санатории Виты уже отдохнула одна смена. Сегодня заселилась вторая – ребята из Норильска. Детские путевки на летний отдых были полностью реализованы еще зимой. Первая смена сюда заехала еще на прошлой неделе. Несмотря на капризы погоды, ребята не скучают. Вожатые в этом году приготовили много новшеств. Подвижные интеллектуальные игры, мастер-классы, спорт. Перечень досуговых мероприятий обширный. Актив просто плещет. Вот можно даже посмотреть. Игры проходят каждый день. И дети, они, скажем так, чувствуют, когда вожатые их любят. А вожатые тут очень-очень хорошие. Сейчас основной состав отдыхающих школьников – это ребята со всех уголков Кубани. Дарья из Краснодара, но на море приехала в первый раз. Когда я приехала, я не думала, что я найду много знакомых, друзей. Я по натуре очень стеснительный человек, но когда я сюда попала, я поняла, что здесь очень добрые и отзывчивые люди, и у меня появились друзья. Внимание уделяют не только активному отдыху. Во многих анапских санаториях – серьезная медицинская база. И основная задача врачей – сделать так, чтобы дети уехали домой не только отдохнувшими, но и абсолютно здоровыми. Лечение у нас многообразное. То есть это и солевая шахта, то есть комната, где дети принимают процедуры. У нас есть и азокерит, и парафин. У нас есть физиолечение, то есть электросветовое лечение с магнитотерапией. Но основным фактором лечения детей, конечно, выступают солнце, море и воздух. Пляж – это любимое место ребят. В хорошую погоду здесь проводят утреннюю зарядку и репетируют модные сегодня флэш-мобы. И Роспроспекты, мэры городов, и супрефекты, вице-президенты, депутаты, все вы видите с детства делегаты. Но, пожалуй, самое пристальное внимание к детям проявляет служба охраны санатория. На территории не встретишь людей в форме, но за каждым шагом детей следят сотни видеокамер. Меры безопасности на самом высоком уровне. Доводим количество до 200 камер. Это очень много даже по сравнению с другими санаториями. Пульты охраны и наблюдения будут в каждом корпусе. Люди специально обученные будут находиться там и вести наблюдения круглосуточно. Единовременно санаторий ВИТО может принять 3000 детей. Сегодня все Анапские санатории полностью готовы к приемам маленьких гостей. Столь высокий уровень организации детского курорта – заслуга общая. Постоянно на связи, постоянно беседуем и с управлением семейной политики, и с Анкуром. То есть мы приглашаем, информируем о каких-то наших больших мероприятиях. То есть если встают какие-то вопросы по содействию, связанные непосредственно с работой с детьми, также они, конечно же, помогают, за что всем большое спасибо. Уже сегодня в страну Виталию приехала новая смена. Почти 300 человек из Заполярного Норильска проведут несколько недель отдыха. И тут они наверняка приобретут новых друзей, наберутся ярких впечатлений и эмоций. Ведь в Анапе есть все, чтобы сделать детский отдых по-настоящему незабываемым. Сегодня Анапский филиал Московского педагогического государственного университета подвел итоги года. Самым активным студентам и волонтерам вручили почетные грамоты и ценные призы. И, конечно, слова благодарности от депутатского корпуса Анапы. Благодаря их совместной работе в городе было реализовано немало социальных программ. Я также хочу вас благодарить за те сердца, неравнодушные сердца, которые вы сегодня имеете. И которым пребываете ко стенам этого учебного заведения. Вы сегодня дарите доброту свою тем людям, которые сегодня в ней очень нуждаются. Посещение ветеранов, посещение инвалидов. Это очень дорогого стоит. Все активисты – члены студенческого совета. Волонтерская, научная, профилактическая деятельность – основные направления работы молодежи. Студенты МПГУ в числе самых активных помощников. Ни одно мероприятие или событие не проходит без их участия. Городские праздники, субботники, помощь ветеранам, благоустройство города – этих студентов можно встретить везде. За вклад в жизнь города и модернизацию учебного процесса студенты получили заслуженные награды и поздравления. Год от года число таких активистов растет. Мы уверены в том, что студента надо заинтересовать. Конечно, сначала его надо настроить и заинтересовать. Не все студенты, когда приходят к нам на первый курс, знают, что такое волонтерство. Желают заниматься общественной деятельностью. Но как они почувствуют вкус, интерес, как они почувствуют, что они необходимы кому-то, они этим занимаются, им это нравится. Мы можем сказать, что у нас из всех студентов дневного отделения 80% – это те, кто принимает участие в активной жизни общественной. Школьницы Занапа заняли первое место на конкурсе юных натуралистов в Москве с работой, посвященной черепахе Никольского, виду, занесенному в Красную книгу. Любовь к живой природе девочкам привела мама одной из подруг. На ее участке настоящий черепаший рай. Уголок нетронутой природы. Уже многие знают, что сюда нужно приносить найденных черепах. Их вылечат и выпустят в дикую природу. В городах медлительные животные беспомощны. Такой уголок сделан специально. Заменили землю песком, чтобы черепахи могли в него зарываться. Так они делают, переживая стресс. У этой панцирь в царапинах. Животные нашли фактические настройки. Лана Гурашкина, биолог по образованию, говорит, что самое страшное для гостей позади. Теперь несколько месяцев усиленного питания, и можно будет выпускать в лес. Помогать черепахам фактически семейная традиция. Вот этот весь участок полностью, это полностью принадлежит черепахам. Этот загон раньше был детской площадкой. Сейчас в нем четыре черепахи Никольского. Это редкий подвид средиземноморской черепахи. Он занесен в Красную книгу. Для животных не существует границ заповедника. Они часто гибнут под колесами машин. Их берут на лето туристы, что тоже не идет черепахам на пользу. Ежегодно через такой своеобразный реабилитационный центр проходит до десятка животных. Эстафету приняла младшая дочь. Та, в свою очередь, сагитировала подругу. Мы с Ангелиной познакомились три года назад. И она мне показала черепах. Я заинтересовалась этой работой. И мне стало интересно. Мы с ней начали вести... Мы просто увидим черепаху и проверяем, есть ли у нее клещ или нет у нее клещей. Если есть, то убираем. Последний раз когда вы измеряли? Последний раз мы ее измеряли 1 сентября. А, это было до спячки? Да. Черепахи недавно проснулись. За время спячки эта подросла на полсантиметра и стала шире на 2 миллиметра. Все параметры, а также другие результаты наблюдений, заносятся в журнал. Ну, очень интересно, потому что у нас тут недавно, когда, получается, у нас было где-то, например, неделя дождей. Ну, дожди шли. И получается, что на следующий день прям солнце, то есть где-то 23 градуса. Но черепашки вылезли, посмотрели и обратно зарылись. Нас это очень поразило. Мы это записали к себе в дневник. А на следующий день у нас прям холод. Черепахи любят одуванщики. Это выяснили опытным путем, предлагая самую разную пищу. Салат из человеческого рациона для них тоже съедобен, но не заменяет естественного корма. После содержания дома животных тоже приходится откармливать. С работой от черепахи Никольского девочки заняли первое место на конкурсе юных натуралистов в Москве. Сотрудники Утрижского заповедника говорят, что исследование школьниц имеет вполне практическое значение. Очень часто сейчас мы сталкиваемся, чтобы сохранить генетический вид на определенном уровне, приходится сохранять его в искусственных условиях. А чтобы сохранить и успешно сохранить вид в искусственных условиях, нужно знать биологию, экологию этого вида, чтобы он чувствовал себя достаточно комфортно, давал потомство и так далее. Чтобы дело не дошло до искусственного разведения в Фитомниках, девочки предлагают знакомить анапчан и гостей курорта с черепахой Никольского, размещать в общественных местах плакаты с ее изображением и телефонами заповедника, чтобы каждый мог спасти черепашью жизнь. В заповеднике понимают, что наступление цивилизации остановить невозможно, но вполне реально жить в гармонии с видом, которому десятки, а то и сотни миллионов лет. «Откроет двери счастью» – презентация книги с таким названием состоялась в Центральной библиотеке Анапы. Автор – врач-психотерапевт Татьяна Василец. Эту книгу я посвятила всем людям, которые хотят повысить качество своей жизни. И основная идея книги о том, что счастье, оно не кратковременно, а в нем нужно жить постоянно. Собравшиеся в читальном зале библиотеки жители и гости Анапы смогли ознакомиться с биографией и профессиональными качествами автора, задать многочисленные вопросы и получить исчерпывающие ответы. В заключении встречи по просьбе зрителей Татьяна Витальевна провела небольшой сеанс психотерапии. Напоминаем, что в воскресенье 28 мая на всей территории края Краснодарским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» будет проведено предварительное голосование. Цель голосования – определить лиц, которые в последующем будут выдвинуты от партии, кандидатами в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Узнать адрес счетного участка, на котором вы сможете проголосовать, можно на интернет-сайте, указанном на экране. Время голосования с 8 до 20 часов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok